Празднование Дня Города началось здесь, у памятника Петру Первому, в ритме танцев Петровской эпохи. Полная программа Дня Города очень насыщенная и продлится буквально до ночи. Мы постараемся максимально осветить все события этого праздника и рассказать о них вам. Ну и поделиться впечатлениями. Сотни горожан пришли посмотреть на торжественное открытие праздника. Танцы, музыка и костюмы Петровской эпохи, сшитые специально ко дню рождения Карельской столицы. На главной сцене в створе проспекта Ленина развернулось театрализованное представление, посвященное эпохе Петра Первого. С праздником горожан поздравил Петр Первый в сопровождении первых лиц. Глава Карелия отметил, что дело императора живет до сих пор. Город Петрозаводск сегодня развивается. Строятся новые жилые кварталы. Строятся новые заводы, что очень важно. На набережной Онежского озера жителей и гостей Карельской столицы ждала развлекательная программа. Мы решили принять участие в мастер-классе традиционных мужских карельских ремесел эпохи Петра Первого. Илья, здравствуйте. У вас фестиваль мужских ремесел? Да. Что вы делаете? Я кую железо. Я ж кузнец. А женщина, можно попробовать в мастер-классе принять участие? Мужских ремесел? Да. Да, давайте я почему-нибудь тоже. И вот за мной повторяйте. Это что мы с вами куем? По одному удару. А что мы куем? Это будет роза такая фантасмагорическая. Работники музея-заповедника Кижа зазывали горожан на танцевальную часть праздника. Как вам круга? Как вам танцуются? Отлично. Как праздник? Ой, я этот праздник просто обожаю. Значит, два года без него. Скучали? Очень скучали. И так рады, что он вернулся. А пока девчонки танцуют кругу, мужчины идут бриться. Пожалуй, самый известный указ Петра Первого – брить бороды на манер европейцам – не очень-то понравился боярам, военачальникам и купцам. Оставить растительность на лице позволили разве что священнослужителям да крестьянам. Сегодня на набережной вновь работают цирюльники. Или, как скажут сейчас, барберы. На шоу «Петровский цирюльник» они соревновались в своем мастерстве, оценивали участников горожане. Хочу быть усатой, как Петр Первый. Я смотрю, ты обновился. Да, а как думаешь, меня оставят работать на телеке с такими усами? Ну, я не знаю, но мне кажется, я знаю, у кого можно спросить. Петр Алексеевич, с днем рождения вас! Благодарю, что не забыли о моем трех с половиной вековом юбилее. Как вам праздник? Как день города? Как погода? Очень рад за петрозаводчан, что не забывают мои традиции. А сей день празднуют весельем да ассамблеями целый день. Петр Алексеевич, как вам вид моего коллеги? Ну, уже похож. Похож на человека без бороды. Намного лучше. Здорово, что блюдут традиции мои, блюдут. Тем временем выпускники петрозаводских школ уже спешат на набережную в ожидании прибытия алых парусов. Вот оно, самое долгожданное событие этого дня. Тысячи петрозаводчан ждали появления алых парусов. Сейчас они прямо за нами. И вот только у зрителей нашего телеканала есть уникальная возможность увидеть набережную Онежского озера. Самой Бригантины. Там работает наш оператор. Леша, тебе слово. Привет, Наташа. Привет, Илья. Я на Бригантине. Прямо под алыми парусами. И это долгожданный момент для всех петрозаводчан. Видо сюда открывается потрясающе. Сейчас я вам все покажу. Вечер продолжает концерт группы Пропаганда. Завершился праздник фейерверком. С днем рождения, любимая столица. С вами были Илья Лопухин. Наталья Кузьмина. И наши операторы. Варвара Ермоленко, Александр Колобов и Алексей Локтев. И вся служба новостей. Продолжение следует.